Мы думали, он такой, ну, как бы, ну, он же все-таки, да, строгий, а тут такой добрый дядечка, такой миленький, общается очень хорошо, жена его вообще замечательная. Это воспитанница детского дома «Звездный». И нетрудно догадаться, что речь идет о премьер-министре Дмитрие Медведеве и его супруге. Несколько лет назад, будучи еще в статусе президента, Дмитрий Медведев приезжал в детдом на Рождество. Познакомился с ребятами, с их творчеством и внезапно для всех пообещал помочь с ремонтом учреждения. В 2012 году обещание было исполнено, причем в лучшем виде. У ребят появились не только комфортные комнаты для проживания, но и творческие студии. В этом году у Дмитрия Медведева приехать на Рождество не получилось. Результат ремонта премьер-министр и его супруга посмотрели только в канун Старого Нового года. В комнате психологической разгрузки ребята выводят рисунки на песке. Премьер признался, что раньше подобного не видел. Интересная штука, она, кстати, не видела никогда так. Как бы песок и подсвеченный. А Светлана Медведева даже присоединилась к маленьким художникам. Вместе было принято решение нарисовать солнце, как символ лета, тепла и хорошего настроения. Дмитрий Медведев особо тщательно осматривал все новые студии комнаты отдыха и уже на чаепитии поделился впечатлениями. Сейчас ваш дом, который теперь называется «Звездный», на самом деле стал совершенно другим, хорошим, современный, красивый, очень разнообразный набор помещений. Но самое главное, мне кажется, он стал уютным. Премьер-министр признает, далеко не все детские дома в стране такие же уютные, как «Звездный». Конечно, мы будем стараться сделать все, чтобы и у вас все было нормально, и в других таких местах тоже было все нормально, потому что, ну, еще некоторое время назад у вас были проблемы, сейчас это стало гораздо меньше. Но это не значит, что в других детских домах ситуация стала стерильной, есть проблемы. Благоустройство детских домов, проблемы их выпускников с жильем, учебой и работой премьер-министр пожелал обсудить в отсутствии телевизионных камер. Елена Белова, Олег Мелехин, РТВ Иванова.